здравствуйте дорогие братья и сестры на библейский портал экзегет пришел вопрос без хронофаг побеждает ну то есть уничтожитель времени буквально греческого ничего не успеваю нервничаю и унываю что делать действительно мы кажется у нас такое количество подспорий для того что все успевать гаджеты телефоны машины а дел не сделанных как будто все больше на самом деле мы и то что успеваем не приносит нам радости и много очень мы не успеваем и забываем а потому что мы делаем это не с господом потому что мы не посвящаем это дело богу в молитве все что не делаете говорит апостол павел делайте во имя христова вот многие наши дела мы не делаем во имя христова во имя христова можно мыть посуду чистить картошку водить машину преподавать английский там столярничать там работать в сети допустим там писать программы всю штуку это все можно делать во имя христова если ты делаешь это с любовью к богу и если ты сначала просишь у бога помощи в этих делах своих в молитве во первых если ты попросишь помощи то ты не сможешь делать ничего что не подходит под заповеди божий что с ними в противоречие входит а вторых в смирении прося помощи ты получаешь эту помощь и ты успеваешь об этом самое начало псалтире первый псалом блажен муж который не ходит на совет нечестивых в законе господа воли его и о законе его размышляет он день и ночь вот когда человек предстоит пред богом когда он молится когда он ищет божьего пути в тех проблемах которые перед ним стоят или как но многожды за псалтирь слышим давид говорит научи меня оправданием твоим что это такое то есть научи меня господи видеть твою правду вот в том что меня окружает то есть найти оправдание тому что мне надо делать и вот такой человек рассуждающий о нем как раз дальше давид говорит и будет он как дерево посажены при потоках вод который приносит плод свой во время свое и лист которого не вянет и во всем что он не делает успеет во всем что он не делает успеет вот если мы как корнями своими словом божиим питаемся то мы успеваем значительно больше парадокс в том что иногда человек у меня нет времени на утренние вечерние молитвы у меня нет времени что воскресенье сходить в храм но господь перестает помогать человеку если человек полностью погружен в свою земную суету ведь заповедь одни отдыха субботнем дне она дана не только для того чтобы тело человека отдохнула а для того чтобы обязательно был день было выделенное время регулярное когда ты общаешься с богом когда ты размышляешь о нем а его законе когда ты питаешься его словом когда ты ему молишься это время выделенное для бога освещает все остальные труды человека если этого времени нет благодать божия не освещают труды человека человек остается наедине своими силами и проблемами и очень много не может решить а бывает так что мы что-то не успеваем сделать на что-то не получается пошнет на это воли божией и это надо просто уметь принимать вот мы хотели бы там горы свернуть и нам кажется что это было бы очень благое дело господь против вот не клеится не получается надо смириться отойти надо по да мы же говорим каждый раз каждый день много жды да будет воля твоя как на небе так и на земле наверное все ангелы небесные все небесные силы когда видели христа возносимого на крест как были они возмущены как они хотели вмешаться но через это существует спасение человека покорившись воли божий они возрадуются на нашем спасении когда-то а если бы они сопротивлялись то спасение человека не произошло бы и господь и говорит так иуде теперь ваше время и власть мы и иуде и тем кто пришел арестовывать в гессиманский сад вот этот тот путь которым прошел христос добывают что наши какие-то даже добрые благочестивые и по нашему сознанию богоугодные дела не совершаются бывает но у бога свой непостижимы для нас промысел надо просто уметь этому покоряться внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео а